Утро на Болткоме Практически год небо без малого закрыто, мало кто куда летает, жуткие падения, скажем, под влиянием COVID-19 поток пассажиров снизился на 73%, количество полетов снизилось примерно на 80%, в спасение AirBaltic уже вложено 250 миллионов. И тут появляется новость, что AirBaltic собирается выйти на так называемые IPO. Хотелось бы понять, что это может означать, выход первичный на биржу после таких влияний. Оцените, пожалуйста, происходящее. Да, спасибо, это очень интересный вопрос. В последнее время такое событие, как выход национальной авиакомпании на рынок капитала, первичное размещение акций обсуждается исключительно в контексте того, что авиакомпании необходимо вернуть 250 миллионов государству, которое было вложено летом прошлого года как помощь в трудной ситуации, чтобы поддержать денежный поток компании. То есть я напомню, что было вложено 250 миллионов в уставной капитал компании, то есть государство таким образом увеличило свое участие с 80% до 91%, но с условием, что эти деньги должны быть возвращены. И сегодня интрига этой новости заключается в том, будет ли выведены акции в полном размере на биржу или будет выведена только та часть, которая необходима для того, чтобы государство могло вернуть назад свои вложения, то есть 250 миллионов. И это совершенно две разные истории. То есть если Аэроболтик выходит на рынок частично, то есть выбрасывает только то количество акций, которые необходимы для возврата заявленного долга, то государство сохраняет свой контрольный пакет и у нас остается национальная авиакомпания, которая принадлежит государству. Если же Аэроболтик выходит на рынок капитала всем своим пакетом акций, то это очень интересная ситуация, потому что на самом деле мы будем наблюдать распродажу. Национального достояния, в которое вложено четверть миллиарда евро. Да, то есть это значит, что по каким-то причинам владельцы данной компании или любой компании собираются ее продать, то есть фактически от нее избавятся. Отмечу справедливости ради, что разговоры о том, что Аэроболтик будет выходить на рынок капитала, как бы звучали в публичном пространстве и раньше, то есть до инвестиции этих денег. Поэтому, в общем-то, новость, она такая, не сказать, что очень новая, но тем не менее, вот есть какие-то совершенно непонятные моменты, как это будет реализовано. Более того, в каком бы размере Аэроболтик не выходил на рынки капитала, то есть вот хороший вопрос, в чьи руки попадут эти акции. То есть совершенно понятно, что не стоит ожидать, что любой сможет приобрести акции Аэроболтика. Скорее всего, они попадут в руки одного или нескольких крупных инвесторов. И если предположить, что все акции будут проданы, то большой вопрос, сохраним ли мы здесь на нашем рынке вот такую авиакомпанию, с которой мы удобно имели рейсы во многих направлениях. То есть как бы удобно могли летать, по нескольку рейсов в неделю иметь. И не вернемся мы к ситуации, когда любые перелеты будут осуществляться опять через другие аэропорты, как это было раньше, там через Копенгаген или через Стокгольм. Нам придется в будущем летать, потому что что будет делать инвестор, получивший контрольный пакет акций с этой компанией, это большой вопрос. Какое решение он будет дальше принимать. Ну, хорошо. Скажем так, глава предприятия Мартин Гаус говорит о том, что у него есть бизнес-план. И согласно этому бизнес-плану, уже в 2025 году Аэроболтик может принести доход в размере миллиарда евро. Каждый самолет Аэробас, которых флот к концу этого года составит 32 машины. Но, тем не менее, ваш опыт, ваши знания, образование, интуиция говорят о чем? Это скрытая приватизация национальной авиакомпании или действительно план спасения, план как вернуть четверть миллиарда вложенных? Ну, смотрите, если мы вернемся немножко к финансовым показателям, то 2019 год, то есть это докризисный год, авиакомпания закончила с убытками. То есть с убытками, я сейчас боюсь ошибиться, но это было около 5-6-7 миллионов. То есть 2018 год был закончен с такой же суммы, только в прибыли. 2019 год был закончен с убытком. Тогда это объясняли особенностями баланса, изменением, каким-то вычетом и курсовой разницей. Сегодня по понятным причинам у нас убытки. То есть нужно понимать, что когда компания выходит на рынок капитала, она должна иметь достаточно хорошие убедительные показатели для того, чтобы заинтересовать инвесторов. Кроме того, при первичном размещении акции компании обычно недооценены. То есть это делается специально для того, чтобы создать ажиотаж, для того, чтобы акции хорошо торговались и распродавались. То есть в сегодняшней ситуации, когда мы имеем убыточную авиакомпанию, то есть все-таки это, причем которая терпела убытки в том числе до наступления кризиса, на самом деле возникает, то есть я не испытываю оптимизма по поводу того, что вот эти планы по развитию авиакомпании дальнейшей, ее вот такого как бы расширения, говорят о чем-то другом, кроме о том, что компания выставляется на продажу, скорее всего, как бы в полном размере. Да, вот если мы чуть шире посмотрим, время от времени возникают такие дискуссии или разговоры в политических кругах о необходимости котирования на бирже предприятий с госкапиталом, в том числе там, где есть государственный пакет 51%. Вот как вы к этому относитесь, не является ли это способом, как, ну, по крайней мере, оппозиционные политики утверждают такой скрытой приватизации? Да, это может быть, есть естественные положительные моменты и отрицательные выхода на биржу государственных компаний. То есть, с одной стороны, это более прозрачная деятельность, если компания оказывается на бирже. Опять же, способность привлекать дополнительные ресурсы для своего развития. С другой стороны, конечно, если мы говорим о, допустим, не такой компаниях, как Аэроболтик, а, допустим, о каких-то компаниях энергетических, от которых зависит каждый житель нашей страны. И, естественно, приход частного инвестора в такие предприятия, они могут сопровождаться какими-то неожиданностями. Хотя, с другой стороны, опять же, все регулируется рынком, в том числе европейским рынком. И есть много регуляторов, которые за этим внимательно следят. И наверняка все-таки здесь нету каких-то скрытых подводных камней, которых стоит опасаться. Хорошо. Да. Да, спасибо, Абик. А если речь не идет о каких-то государственных, назовем их так, естественных монополиях, как, скажем, энергетические компании, а все-таки исключительно бизнес-проекты, как, скажем, авиаперевозчик и аэроболтик, вообще, в принципе, в 21 веке имеет ли смысл государству обладать подобными активами и заниматься бизнесом в чистом виде? Да, это хороший вопрос. Дело в том, что справедливости ради нужно отметить, что вот во время пандемии многие компании, авиакомпании получали государственные поддержки, в том числе и Левганзе получало поддержку, и какие-то другие я сейчас затрудняюсь назвать, авиакомпании. Ну, понятно, что аэроболтик здесь является крупным предприятием, которое в бюджете, не в бюджете, а в ИКП, в ВВП страны составляет 2,5%. Это достаточная сумма, 30 тысяч человек трудоустроено, и по статистике каждый человек, трудоустроенный в такого масштаба компаниях, дает дополнительные рабочие места еще 7 человекам, которые находятся вне компании. То есть это как бы внешний сервис какой-то, внешнее обслуживание. Что касается, стоит ли государству участвовать в таком бизнесе, если эта компания приносит прибыль, то почему бы и нет, да, для бюджета это всегда очень хорошо. И то, что, допустим, компания терпит временные убытки, если есть хороший план развития, то государству это действительно может быть интересно. Например, мы помним ситуацию с Боингом. Боинг у нас, естественно, публично котируемая компания, когда они сделали неудачный самолет, и акции у них резко упали, значит, вызвало какой-то ажиотаж и обсуждение в публичном пространстве. Хотя было совершенно понятно, что эта авиакомпания работает на военную промышленность, что это временные трудности, которые она преодолеет, и, соответственно, эти акции опять пошли вверх, и владельцы ничего не потеряли. То есть здесь вопрос такой, данная компания на нашем рынке, имеет ли она перспективы развития, и достаточно ли у нас населения, его платежеспособности для того, чтобы эта компания могла успешно здесь жить и развиваться. Поэтому я и говорю, что есть опасения, что если придет частный инвестор, он может принять какие-то решения, и мы потеряем эту авиакомпанию здесь как таковую, и, допустим, ее заменят лоукостеры, которые будут просто совершать полеты в какие-то более крупные хабы. Простите, спешу заметить, что Болтик себя тоже позиционирует как лоукостер, хотя и летает почти в 75 направлений из Риги. Да, это прекрасно. Вот я и хотела сказать, подчеркнуть, что как жителю этой страны мне, конечно, было бы очень комфортно, если бы эта компания продолжала бы здесь находиться и осуществлять удобные полеты, безопасные. Может быть, последний вопрос, ну, нужно ли государству при этом, ну, не знаю, платить любую цену для такого вот, для поддержания этой национальной авиакомпании, потому что, ну, очень много финансов, сотни миллионов уже вложено в Аэробалтик. Или это, в принципе, того стоит? Чтобы ответить на этот вопрос, то есть, еще раз, как бы, вот, наверное, подчеркну, что все зависит от финансовых показателей. То есть, если мы имеем в перспективе компанию, которая будет рентабельной, да, пускай она не переносит там какие-то большие прибыли, но хотя бы она будет рентабельной, тогда, естественно, государству было бы хорошо сохранять такую авиакомпанию и в какие-то, наверное, сложные периоды ее каким-то образом поддерживать, поскольку кроме, как бы, бизнеса и финансовой стороны еще есть, конечно, и политическая сторона, и узнаваемость, и все сопутствующие факторы. Если компания, кроме убытков и постоянных вложений, ничего не приносит, то, конечно, от таких акций, ну, как бы, рачительный хозяин должен избавляться. Поэтому сейчас и сделаны первые шаги, когда Аэробалтик полученные деньги будет возвращать вот таким, как бы, путем привлечения стороннего инвестора. И очень будет интересно, кто же этим инвестором будет являться. Это правда. Что касается вот этой имиджевой стороны вопроса, хорошо, когда у страны есть свой национальный авиаперевозчик. Это, да, это прямо очень приятно. И будучи, ну, то, что называется на английском loyal customer, того же самого Аэробалтика, я не могу не признать, что, ну, честно, вот я сам лично последние годы, когда это еще можно было делать, при выборе билетов, ну, Аэробалтик все-таки рассматривал в последнюю очередь, и по единственной причине цена, она абсолютно не конкурентоспособна с теми самыми настоящими лоукостерами. И поэтому, ну, да, в последнее время я Болтиком летал только в командировке разве что. Вот этот момент обиден. Плюс, все-таки вспомним, ну, достаточно претензий к уровню сервиса Аэробалтика тоже есть. Ну, вот в этом и есть такой камень прикновения, что данная компания слишком большая и дорогая для нашего рынка. То есть наше население, как бы нас недостаточно много, и мы недостаточно богаты, чтобы эта компания могла здесь успешно развиваться. И поэтому вот наверняка все-таки нас ждет какая-то приватизация, возможно, пошаговая, возможно, это будет сейчас, произойдет одновременно. То есть, ну, вот будем наблюдать это, интересно, чем это все закончится. Ваша правда, это действительно так. С нами была Татьяна Латышева, доктор экономики и предприниматель. Огромное спасибо, Татьяна, за то, что присоединились к нам и за ваше компетентное мнение. Нам надо двигаться дальше, уже заканчивать. Проект «Утро на балконе» заканчивать только на сегодня, потому что работа, конечно, продолжается, и радио «Балкона», и портала «Микс Ньюс ЛВ». Спасибо большое, оставайтесь с нами. Хорошего дня.